Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Вот уже 90-е лет о здоровье рязанцев заботится областной клинический кожно-венерологический диспансер. В продолжении темы смотрите небольшой документальный фильм. История рязанского областного кожвен-диспансера неразрывно связана с остановлением службы в целом в области. В 1923-1924 годах свирепствовал сиферис на территории губернии. Вся эта ситуация способствовала, что был поставлен вопрос о создании специализированного учреждения. И 15 декабря 1924 года был открыт венерологический диспансер в городе Рязани. В первые годы областной диспансер возглавлял профессиональный врач-венеролог Александр Никитович Постников. И работали там заведующие, фельдшер и сиделка. И находилось это в маленьком деревянном особняке, сегодня это центр медицинской профилактики, в здании по улице Полонского, дом 7. Стационарные койки находились в одном из корпусов областной клинической больницы имени Семашко. В 1953 году, ввиду того, что помощь приходилось оказывать большему количеству пациентов, диспансер переезжает на улицу Горького, где находится 50 драматологических койк, амбулаторный прием. К сожалению, это здание не сохранилось. Мощное развитие службы в целом началось с приходом нашего корифея, уважаемого человека, Владимира Ионовича Кичкера, который возглавлял диспансер с 1953 по 1991 год. Хочется очень много рассказать о Владимире Ионовиче Кичкере, вспомнить его словами благодарности. Сегодня мы помним его не только как замечательного человека, доброго, умного, но это высокий профессионал. Современная история диспансера неразрывно связана с деятельностью Сергея Алексеевича Исакова. Это человек, который, продолжая традиции семьи, шел по стопам своего отца. Будучи студентом, Сергей Алексеевич уже работал фельдшером. Он знал изнутри особенности и трудности работы нашего учреждения. С 1996 года возглавляю диспансер я, Тарасова Марина Анатольевна. Как любой театр начинается с вешалки, лечебное учреждение начинается с регистратуры. Мы уделяем очень большое внимание, чтобы наш персонал регистратуры четко давал информацию, был доброжелателен, внимателен, чтобы с хорошим настроением пациент пошел на прием к врачу. Это наше поликлиническое драматологическое отделение. Это основное отделение, куда обращаются больные, страдающие кожными заболеваниями. Здесь работает грамотный персонал, подготовленный. Поликлиническое отделение самое, наверное, старое, самое востребованное, самое профильное. Здесь обращаются за помощью пациенты, страдающие кожными заболеваниями. Мы стараемся всегда оказать высококвалифицированную помощь больным и идем, в общем-то, навстречу новшествам и любым прогрессивным направлениям дерматологии. Большая часть пациентов, и мы делаем на этом акцент, это больные из районов Рязанской области. Второе поликлиническое отделение. Это отделение, куда обращаются пациенты, имеющиеся заболевания, передающиеся половым путем. Первое отделение драматологическое, где проходят лечения у нас больные стационара. Возглавляет отделение Борискина Лариса Анатольевна, врач высшей квалификационной категории. Сегодня осваиваются новые подходы оказания высокотехнологической медицинской помощи. Для подростков, которые сталкиваются с этими проблемами, работают дерматолинирологи, психологи. Оказывается, помощь и родителям, и подросткам. То есть это мини-поликлиника. Детский центр работает с января 2004 года. Коллектив очень дружный, самоотверженный, выполняет полностью все возложенные на него задачи. А это у нас отделение по оказанию платных услуг, которое организовано в свете последних требований. И оказывает услуги самые разнообразные, не только касающиеся дерматолинирологии. Ну так мы видим кабинет функциональной диагностики, отделение ультразвуковой диагностики. Большой объем помощи мы оказываем людям, которые проходят у нас медицинские осмотры. Кабинет процедурный, где проводится забор анализов, необходимый для пациентов. Специальная регистратура отдельная для этих пациентов, чтобы они не попадали в общий поток. И наше отделение, где непосредственно принимают врачи, дерматолинирологи. Все замечательно, работаем два года. Очень важное отделение ультразвуковой диагностики, мы им гордимся. Очень профессионально грамотные специалисты работают, очень востребованные. Достаточно хорошее экспертного класса оборудование приобретено. Александр Маркович, это наша гордость, это наш человек, который очень помогает при диагностике различных состояний пациентов, которые к нам обращаются. Александр Маркович, как вам работать, с какие проблемой? Хорошо, проблемы мелкие есть в любой работе, но они все решаемые. Это центр по круглайской борьбе со спид-инфекционными заболеваниями. 25 лет работает на нашей базе, является нашим структурным подразделением, и таких прецедентов практически в России нет. Центр, находящийся в структуре диспансера, работает в тесном единении со всеми отделениями, потому что спид-заболевание ВИЧ-инфекции многогранно. Многие заболевания входят в это понятие, в том числе заболевание ВИЧ-инфекции проявляется заболеванием кожи, заболеванием мочеполовой сферы. Поэтому все врачи в единении, так сказать, ставят диагноз, лечат. Пизио-терапевтическое отделение. Сегодняшние методы очень важны и физические влечения как кожных больных, так и больных, страдающих патологией мочеполового тракта. Специфический аппарат, он только для наших диспансеров. В принципе, в Рязани больше таких нет. Это аппарат фотохимиотерапии, это повод терапии, когда используется длина лучей от 280 до 400 нанометров. Несколько видов их существует для общего применения. Частично это два сельской части головы. Вот больше 15 лет работает отделение профмедосмотров, где мы проходим необходимые исследования, такое как флюорографическое. И широко мы используем свои возможности при проведении различных видов диспансеризации населения Рязанской области. В этом отделении проходят медицинские осмотры так называемой декретированной группы населения Рязанской области. И, конечно, большая группа, и очень серьезная перед нами задача стоит по организации проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан. Это тоже наше достояние. Очень серьезные подспорья в организации лекарственного обеспечения. Это аптека. Аптека диспансера. Очень большая ответственная работа. Сделать свое время на заявку, проконтролировать проведение торгов, получить, распределить препараты. Сложно, но справляемся. У нас очень интересная работа. Отделение врачебной косметики существует в течение 50 лет. За это время многие горожане, жители области и гости нашего города смогли стать не только нашими пациентами, но и добрыми друзьями. Потому что помимо лечения кожных заболеваний и каких-то недостатков косметических, которые присутствуют на теле и на лице человека, мы занимаемся решением эстетических проблем. А эстетика в наше время – это практически все, поскольку культ красоты, культ тела. И поэтому наше отделение успешно справляется с решением этих проблем. Все четыре лаборатории, которые работают у нас в диспансере – это клиническая лаборатория, серологическая, иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-спида. Они объединены в консультативно-диагностический центр. Нагрузка очень большая. Более миллиона исследований по различным направлениям мы проводим для жителей в основном Рязани и Рязанской области в течение года. Здесь проводятся общеклинические исследования на грибковые заболевания, на заболевания, передаваемые половым путем. Центральная серологическая лаборатория – это неотъемлемая составляющая, структурные подразделения практически при открытии диспансера. И вот серологическая лаборатория, используя все современные методы диагностики, иммуне необходимое оборудование, проводит в полном объеме диагностику сифилиса. С диагностикой сифилиса в основном происходит по исследованию крови. Очень часто протекает сифилис без клинических проявлений, поэтому наша лаборатория имеет такое значение, что диагностика именно по крови. Лаборатория по диагностике ВИЧ и спид-индикаторных заболеваний. Вот здесь как раз после скрининговых исследований Каждый анализ, имеющий сомнения, проводит референс-диагностику иммуноблотинг. После нескольких дней исследований, после нескольких контролях выставляется диагноз ВИЧ-инфекции. После этого начинается серьезная кропотливая работа с таким пациентом. Определяем иммунный статус у ВИЧ-инфицированных пациентов. И не только, у всех, кому необходимо по роду заболевания определить иммунный статус. Результативность нашей работы во многом определяет, что все годы мы идем рука об руку с медуниверситетом, с кафедрой, которая сегодня возглавляет Термошна Надежда Петровна. И наш успех в лечении, в доступности оказания медицинской помощи, в научных разработках, конечно, благодаря университету. Да, мы работаем с областным кожным нейрологическим диспансером очень плотно. У нас много совместных исследований, научных и клинических разработок всевозможных. Поэтому у нас полное взаимопонимание. Мы проводим на нашей базе теклообучение врачей, тематическое усовершенствование. Мы являемся руководителями по научной работе. То есть у нас полное взаимопонимание. Это у нас отделение одной сегодня в деятельности учреждения важным. Это планово-финансовый отдел, финансово-экономическая деятельность. Вот столько бумаг, столько документов. Очень много у нас бумаг в самом деле. Хозяйственная служба. Тоже много документов. Это мы как бы самый такой стержень наших диспансеров хозяйственных вопросов. Жизнь диспансера, наши достижения, победы. Можно выразить одной фразой. Собраться вместе – это начало. Держаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова